всем привет это алекс и сегодня мы продолжаем прохождение baldur's gate 3 за доброго следопыта но не совсем законопослушного это маленькое замечание для тех кто меня постоянно шпыняет на канале за то что я таскаю чужие вещи и повышаю благосостояние своей партии мы сейчас находимся в вымершей деревне мы в прошлой серии в прошлой части освободили гнома которого привязали к мельнице и над которым издевались гоблины часть из гоблинов настал конечно же это крантец главный гоблин от меня откупился и рассказал способ как зайти в их гоблинскую деревню в принципе наверное этот способ был мне не очень-то и нужен но так как мы играем за доброго персонажа я не мог его убить за то что он сообщил вроде бы цены для меня с ведьм так вот здесь вот тифлинг с которой насколько я понимаю сняли обруч вот эти вот товарищи давайте мы попробуем с ней пообщаться не забыл это сразу сделать тело тифлинга подрагивает под действием заклинания ты осознаешь что тело тифлинга разорвано пополам громадными лапами это внимание успех я выбросил спас бросок можем спросить что привело тебя в эту деревню у тебя было при собой ценного при себе ценного кто тебя убил и откуда ты родом давайте с первого начнем что привело тебя в эту деревню странные войны золотая кожа серебряные клинки так как я умудрился подойти к ней гитянки я могу при помощи расове способны к гитянке спросить ты видел гитянки где очень результативно у тебя было при себе что-то ценное истинное зрение денег кто убил тебя откуда ты родом уйти ну ладно если общение с мёртвами настолько результативно так как уж эта штука-то называлась которая сейчас нам не одета обруч интеллект вот с нее по моему сняли давайте пойдем дальше здесь у нас было какое-то здание в котором я заметил двух каких-то крупных местных или не совсем местных жителей давайте заглянем и посмотрим что внутри вот здесь вот в этом сарайчике ветхие деревянные двери в принципе можно их открыть сейчас все подбегут так увело нужно обновить черти как чертика подбили и мне нужно подлечить алекса себя потому что меня тут немножко покоцали так 33 из 36 ночи сидим булочку много один хит 32 из 36 хорошо так ну чё все пришли нет алекс мазель и да да все пришли давайте вперед выландовать им сначала 1 и не чертика освежим и так по весу по весу блин опять перевес у нас перекидаем времени самодельное копье лут копится просто как не знаю что так жареные ребра и даже не знаю что выбрасывать только вроде выбросишь опять кучу кучу мусора накапливается так 41 из 40 что здесь у нас тяжелого веса а бутылки блин называется набрал с собой днище и хожу говорю елки о чем я тут это тяжело так ром надо разделить инструменты в русские потому что они не знаю глюк поправили не поправились крайне патчем проверять сильно не хочется так давайте разделим саперный набор кстати саперный набор я так и не понял где применять ни разу не нашел место применения может автоматически применяется когда мы вскрываем хотя с другой стороны вроде в подвале кузнецей попытался открыть этот сундучок этой ученицы и меня соответственно шарахнул дымным порохом там были следы дымного пороха два яблока красных не застыкались не встали в стык ну ладно пойдемте ка посмотрим что там внутри это подходит ближе из дома донести гортаны рев затем несколько ударов чем-то тяжелым а 2 потом протяжный стон салута там хорошо проводит время либо открыть дверь либо спросить и тут кто-нибудь есть он давайте вежливо поставим это кто-нибудь есть открыть дверь или уйти так что там какой-то 20 человек без рубашки но давайте посмотрим чем ты не лезь там явно не нуждается зрителю а я не хочу нарываться на драку ну мне интересно что там внутри давайте все равно откроем дверь посмотрим прошу прощения не хотел мешать вы так шумели аж захотелось присоединиться медленно попятиться и напасть на парочку давайте прошу прощения не хотел мешать мешаешь да и походу вы нарвались надо так будхир и игру как ладно лежали развлекались этот так все у нас в бою да все на всех соберись вот неверливо поступил ну что сделал это сделано промах ой 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 блин так я спас бросок выбросил так вы за нужно срочно спасать недостаточно движение как интересно давайте попробуем был удар мимо да какая красавица очень бы не показывает так удар второй рукой вроде бы походь по хотя бы попал хорошо так кто следующий следующий соответственно спал паук молодец придут так попало молодец и так мне кажется у илу нужно отпрыгнуть и отойти подальше. Так, наверху он уже не залезает. Ага, неустойчивый булыжник, кстати. Может быть под ним что-то есть, надо будет посмотреть после боя. Так, лыжи сходим. Эдухард сходим. Так уж эдухард есть дополнительные действия. В принципе, под дополнение ничего нет. Погнали дальше. Чёртик. Не попал. Давай, держи его, чёртик. Ой, ты почти умер. Блин. Надо тебя спасать. Так, 13 хитов. Отлично. Офигеть, как на размахиваться. Мне сразу страшно становится. Так, чёртик убили. Так, интересно, и как у них происходил этот флирт с такими-то размерами. Ладно, давайте по порядку. Молодец. Попала. Ауэзель почти окочурилась от этого удара. Смотрите-ка, как мощно эта штука-то бьёт. Отправление. Так, давайте мы с выла начнём. Блин, выл-то не попал. Как ты мог? Её же нужно добить. Ещё не достаёшь. Так, ва-эзель, ва-эзель. Так, отравление что даю? Помеха при бросках атаки. Вот, теперь мы добьём её. Раз, два. Торментом! Труто. На куски порву! Так, блин. А, у нас ещё паук остался. А, нет, паук у нас уже сходил. Всё, погибай дальше. Истрел. Не попал. Так, это плохо. Блин, опять глюкнул. Вот, не закрепляется эта фигня абсолютнейшим образом. Я её замочком закрываю. Она после загрузки опять раскрывается. Так, достанешь? Да, достанешь. О, всё, как ты его. Ты его даже добил второй рукой. Кто-то что-то мне хочет сказать. Ну, давайте с Шэду Харта говорим. Зачем было их убивать? И на ревности, что ли? Да, можно было обойти без таких крайней. Эти создания с тобой согласились, полагаю. Не одобрили. Труп не проще поговорить, однако не с собственной убийцей. Концентрация нарушила. О, конечно. Сделал, ты нажал выбросить. Странно. Тут можно было съесть, и тут нельзя съесть. Такой у 4 хита нету. В принципе, нормально. Давайте посмотрим, что внутри. Коженный шлем, чешуйчатый доспех, двуручный меч. Ну, хотя, походу, не только они не такие уж, это добрый. Тут вам какие-то кости трупа лежат. Давайте почитаем. Колдовство покровитель Азут награждает учение и труд. Вашу тягу по знаниям превратит в заклинание, пока мистру сомнения грызут. Бейн, владыка раздоров и страха, правит плетью и дыбой, и плахой, возвышает тиранов, и огромные страны превращает в пустыни из праха. Начинаются достойные переводы, я вам скажу. Подключаются нормальные переводчики. Глядишь, в релизе уже будет все довольно-таки круто. Надеюсь, переведут заклинание, более-менее внятный вид. Так, буфет. Здесь ничего нету. Ирка. Мир глазами. Бумпа. Книга сама раскрывается на странице с загнутым уголком, где Бумпа описывает представителя необычных рас, которых он посвечал в своих странствиях. Но куда более невероятно выглядят птицы-люди. А-а-а-ра-кокры. А-а-ра-кокры. Когда я впервые увидел одну из них, то ваша столбенела. У нее была голова и крылья попугая, но тело при этом вполне человеческое. Мне стоили больших трудов не пялиться на нее во все глаза. Но удивительнее всего то, что за одним столом с нею сидело еще несколько совершенно невероятных существ. Табакси. Раса разумных кошек. Генаси. Создание стихии. И Тортл. Гуманоидные черепахи. Со всей светской любезностью я поприветствовал их и поинтересовался, кто они такие, но никто из них и ухом не повел. Впрочем, ничего удивительного. Наверняка я не представлял для них никакого интереса, ибо это я посвечал их впервые в жизни. Они же видели мне подобных миллион раз. Давайте подберем. Груда костей. Ага, искалеченный труп. Наверное, тоже зашел на шумок. Лизель, ты можешь поговорить вот с этим трупом? Вроде как, вроде как есть прицел. Давай посмотрим. Может, он нам что-нибудь расскажет. Ага, камень, кстати. Еще один камень. Лизель, может, одвинуть его? Недостаточно силы. Обратите внимание. Какой-то тяжелый булыжник. Узель у нас очень сильный. Так, давайте пообщаемся. Трупу нечего сказать. Так, передвинуть его не могу, да? Здесь еще один булыжник. Давай посмотрим. дубину. он не может его поднять. Так, здесь ничего нет. Дубину. Дубину. Давайте возьмем еще дубину. Соберем. Так, книжку надо тоже подобрать. Молоток. Сундучок. Здесь какой-то охот. О, собака лает. Давайте посмотрим, что там. Так, здесь мы были. Есть выход. Вот здесь у нас неисследованная область. 57-36-81-66. Так, ребята, сейчас тогда разберу шмотки, продам лишние и мы вернемся в игру. Ну, вроде я все продал. Карманы стали легче. и в принципе перевеса ни у кого нет. Вот уше дохарт. Ну, это у него, по-моему, еда просто накидана. Еда и саперные наборы. Так, вот здесь бегает какая-то собака, давайте мы с ней попробуем пообщаться. он сам нашел выход. Я думал, придется идти через главные ворота. Давайте наложим на себя разговор с животными. И здесь какой-то труп. Может быть еще Лезель получится с ним поговорить. Матиму Лезель сюда тоже позовем. И пока начнем разговор с псом. Проходи незнакомец. И не шуми. Что тут тряслось? кто это такой? Давайте спросим, кто это такой? Уйди, я сказал. Внимание, взглянуть на шейник пса. Запугивание. Если бы хотел кому-то из вас навредить, я бы уже это сделал. Давайте нажимаем внимание, посмотрим на шейник. Нужно выбросить пятерочку. Отлично, выбросили семь. Великолепно. Продолжаем. Ты видишь надпись на кожаном ошейнике. Скряп. Тебя зовут Шкряп, верно? Иди сюда, все в порядке. Ты знаешь мое имя? Интересно. Хищник не стал бы так утруждаться. Все равно уходи. Мой друг ранен. Ему нужен отдых. Он едва ли проснется. Покой. Ему нужен не покой, а могила. Давайте скажем, он едва ли проснется. Конечно, проснется. И мы вернемся домой. Что же все-таки случилось с твоим другом? Если хочешь, можешь пойти со мной. Доказать, что человек мертв, покричав на труп. Так, кричать не будем, чтобы вдруг собака сагрится. Давайте спросим, что же все-таки случилось с твоим другом? У нас напали ударчущие магнатные двуногие и пахло от них странно, гнили, злом. Тебе ясно, о каких существах идет речь? Это гноула. Если хочешь, можешь пойти со мной. я его не брошу. Если он не проснется, найди меня по запаху, у меня есть лагерь. Если так случится, может, найду. Спасибо. Давайте посмотрим. А, можно поговорить. Вот, подсвечивается вроде. Подсвечивается тело. Давайте пообщаемся. Друг смотрит на тебя мертвыми глазами. И кто? гонгвик. Кем ты был по профессии? Гонцом. Курьевская контора. Постраной. Откуда ты родом? Из что ты делал в лесу? Доставляю. Письма. Два врата балдыра. Где ты держал письма? Силы заклинания иссякло. Ты больше не можешь задавать вопросы. Так, это был гонец, который шел во врата балдура и которого убили гнолы. Давайте посмотрим, что у него есть. Кужные сапоги. Письма. Так, грубое письмо. Прочесть. Девяти палый. Я не вернусь в город, пока меня ищут твои наемные убийцы. Если хочешь получить долг, тебе придется довериться мне и явиться за ним лично. Иди на кладбище и найди могилу с надписью М. Карвин. Раскопай ее и найдешь достаточно много ценностей, чтобы уладить наше дело. Искать меня не надо. Я без тебя узнаю, когда ничего не будет угрожать. Так. Мягкое письмо. Дайвин, у нас родился мальчик. Красивый и здоровый. Я назвала его в честь отца. Ждем твоего возвращения как можно скорее. С любовью, Флора и Дайвин ладжий. Личная записка. Лаконичная профессиональная записка, выписанная с большим щанием. Гомбик. На обратном пути у ворота Балдура будь бдителен вдвойне. В здешних местах все чаще случаются нападения на путешественников. Я не могу допустить, чтобы мой лучший гонец безвременно загнил где-нибудь в придорожной канаве. Будь предельно осторожен. Тише едешь, дальше будешь. Главный патчмейстер Данзо. Монеты, яблоко, яблоко и кожаные сапоги. Которые нам не понадобятся. Или понадобятся. Так, кожаные сапоги, металлички, сапоги, кожаные, кожаные. Да, у всех одежда есть. Давайте посмотрим, что еще тут есть в округе. Так, по карте вроде бы есть проход на север и куда-то там еще. Ну, пойдем, пойдем, пойдем посмотрим. Так, значит, были гнолы. Если тут были гнолы, готовы. вижу, вижу перепрыг. Так, давайте попробуем зайти сюда. Зайти и посмотреть. Может, ли надо прыгнуть? Да, смотрите, поможет. распрыг. Так, прыжок, чтобы добраться. Два, прыг. И здесь нужно быть аккуратным. Так, схожая дорога. потому что если сейчас мне кто-нибудь согрится, тогда я не смогу прийти к ней на помощь. Давайте мы здесь аккуратно все осмотрим. Так, ведро. Ведро. Сковорода. разбитая полоска. Уже столкнули сверху. Так, вылез, вылаз. Ага. Ага. Так, распухшая гиена. Здесь у нас три гиены. Мертвый караванщик. Длинный меч. Это гнол, что ли? Да, мертвый гнол. Походу, эти гнолы как раз напали. Сюда можно залезть, пообщаться с гиенами, но блин, у нас общение все у меня, следопыта. Или я туда наверное не смогу перелезть, хотя так оп, оп, провал. Так, где мы находимся? Мы находимся вот здесь вот внизу около главного тракта. Придется сюда тащить других. Так, у меня по-моему было заклинание длинный прыжок. Да, заклинание требуется долгий отдых. агат. Либо, либо, либо можно конечно обойти сверху и не прыгать. Так, я хочу сюда добраться и посмотреть на что я провалил внимание. и хочу еще поговорить с гиенами. Давайте посмотрим, что здесь. здесь. здесь у нас выход и проход. Так, ну, вообще, далеко на север карты идет. Смотрите, возможно, там что-то есть. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь какая-то кровь. вообще заметил вот те трупы, с которыми можно пообщаться, они подсвечиваются таким зеленовато-синим цветом. Стоять! Еще шаг, и я тебе вскажу стрелу прямо в глаз. Блин, нарвался называется. Мне пока не приходилось сталкиваться с гидами, но слышала, что вы ребята крепкие и дисциплинированные. Ты ищешь меня? Да нет, но я вижу, это ранено. Позволь, я посмотрю. Подумаешь, ранено. Главное, я не промажу. Заряжу, куда скажешь. Легкие, сердце, глазик, жопа. Выбирай. Отвечай, что ты здесь делаешь? Нау. Так, запугивание. Если ты не прекратишь меня целиться, разговору не получится. Блин, как все плохо, это убеждение, клянусь, я лишь хочу понять, что-то происходит. Как я неудачно мне вышел. Нужно 11. О, повезло. Повезло. Ну, ладно. Может, я потерю крови так размякла? Ну, я тебе поверю. Пока. Я по уши в дерьме. На этот раз ни одной похоже не выбраться. не могу ли я помочь? Расскажи, что стряслось. Сражайся сама за себя и если я помогу, что я за это получу? Окей, мы играем за добрую. Не могу ли я тебе помочь? Расскажи, что стряслось. Ладно. Перебирайся сюда, но предупреждаю сразу. История моя не самая правдоподобная. Я сбежала из преисподней. А ублюдки, которые меня там держали, хотят теперь стащить меня обратно. Так ты была в аду, я недавно оттуда. Я недавно побывала в Валерно, довольно приятное местечко. Как-то нерадостно это звучит. Давайте скажем, так ты была в аду, и я недавно оттуда. Да иди ты. Серьезно? Когда нас драгивает тебя насквозь пронзает боль, будто у вас на двоих одно рану. И тут тебя захватывает видение армий, демонов, а ты все несешь по бесконечным долинам огня и крови. Война крови. Ты видел ее сверху, пока наутилоид пролетал через Аверно. А эта женщина сражалась там, на передовой. Что это было? Что у меня в голове была? Это не я, это паразиты с корабля и литидов. Они нас связали. Это было жутко. Погоди-ка, так ты сражалась с войной крови? так, давайте-ка мы не будем откровенчить, скажем, это было жутко. Это был еще не самый плохой денек, а плохой тебя бы вывернули наизнанку. А теперь скажи, что ты такое сейчас сделала? Или я сделаю так, чтобы это больше никогда не повторилось? Давайте скажем, это не я, это паразиты с корабля и литидов. Они нас связали. Стоп, так ты была на том корабле со всеми этими щупальцами и червями? Не думал, что оттуда выжил кто-то еще. Я не видела тебя на корабле, где ты была. Выходит, почти никто не выжил. Ты должна быть быстро убралась с места крушения. Давайте скажем, я не видела тебя на корабле, где ты была. Я села на корабль Ваверно. Это был мой билет из Ада. Ты ждала корабля или добровольно садиться на мотилоид мозгоедов давайте скажем, ты ждала корабля? Нет. Я просто увидела шанс и им воспользовалась. Решила, пусть он даже летит в лимб или сейгуб. Мне наплевать. Все лучше, чем оставаться там. А если меня поймают эти долбанные психи, я прямиком туда и вернусь. Почему ты им так нужна? Как ты вообще оказалась в аду, а им не нужно тебя ловить? Я уже тебя поймал, а тебе крышка. Давайте спросим, почему ты им так нужна? Я была плесницей, принужденной сражаться в войне крови. Это вечная битва между злом и злом еще злейшим. Большинство душ, наверное, мясо в мясорубке, но не я. Я могу за себя постоять и не просто постоять. Оказалось, у меня настоящий талант убивать демонов, и мне это нравится, поэтому я стала для них ценной. Явы очень не любят терять свои ценности. Сложно поверить, что ты такая лихая демона-убийца, если можешь восправиться с кучкой фанатиков, и ты хочешь, чтобы я убила тех, кто за тобой охотится. Почему ты просто от них не сбежишь? Судя по ранее, они тебя уже нашли. Чем я могу помочь? Не верю ни одному твоему слову. Так, давайте не будем агрессивными, давайте спросим, чем я могу помочь? Кучка фанатиков загнала меня в угол тут рядом, но заброшенные заставили. Кое-кого я уложила, но я хочу, чтобы они все передохли. Так, займусь, вмешиваться не стану, и если соглашусь, что я за это получу? Давайте скажем, я ими займусь. Займись так, чтобы все суки передохли. Я бы пошла с тобой полюбоваться, как они истекают кровью, но сама уж очень занята тем же делом. Я буду дожидаться тебя здесь. Это все очень классно. А где? А, вот она где сидит, лужа крови. Карлах 24-28. Да в принципе не такая уж ты и это. И тут еще есть рюкзак. У тебя вижу рюкзак. А, ты рюкзак прикрыла спиной, да? В принципе в рюкзак мы конечно к тебе можем залезть, посмотреть, потому что смотришь ты на может быть ты сама поделишься чем-нибудь чтобы нашей партии было проще проходить игру. Кстати обратите внимание вот все прыжки к этим вещам на семь с половиной метров то есть обычным персонажем сюда не залезешь давайте посмотрим что тут еще есть вне досягаемости что-нибудь еще нет надо карту открыть или по-моему сюда больше больше ничего нет и только на север а вот застава на которой она просит нас пройти и всех разделаться так помним что вот здесь я провалил бросок на внимание надо туда будет обязательно зайти посмотреть так что у меня в рюкзаке в рюкзаке ледяная стрела три обычных яда саперный набор и огонь алхимика ну нет не возбуждает абсолютно не буду воровать не не вижу практического применения ни разу не пользовался так заклинания у лазель кончились да так рюкзак о ключ сборщика дания давайте ка мы возьмем пригодится ключ интересно что он открывает да тоже интересно что он открывает где у меня следопыт ты вот сюда перепрыгнешь или тут реально только лазель может только что говорю хотя смотрите оп первый пошел второй точнее и здесь о смотрите перепрыгивается стандартной длиной великолепно давайте посмотрим там это внимание участок и потом поднимемся к этим зверькам побитым пообщаемся так у тебя же внимание у нас самое лучшее бежонос ледопыт ну-ка покажись мудрость до пятерка внимания у тебя бы еще конечно наложить тут давай 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 есть тут что-то интересное плоский камень так его по нему недостаточно силы великолепного эзель и давайте все остальные наверное сюда подтягивайтесь потихоньку будем блин 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 я заблудился в этих спрайтах будем подниматься наверх так шеду хард иди сюда и уил тоже иди сюда так лезель то пришла давайте попробуем передвинуть камень ага и что мы тут видим мы видим гелиотроп давайте его подберем ты где а вот он же кровавый камень впрочем кровь можно выжать из любого камня если у него достаточно устроя кровь ну в общем в общем просто побрякушка за которую могут дать 38 монет если продавать уилу так здесь у нас выход ну давайте пойдем вообще хочу конечно еще заглянуть к этой подземелье так а чего чего досягаемость иди сюда ну в подземелье к тетушке Этель Корни в последнем патчноуте сказали что вроде бы пофиксили бак когда тетушка Этель сваливает из битвы она потом внизу не появляется вот у меня так и произошло там все оббегло я не нашел ну будем надеяться что не придется перепроходить все заново и может быть Этель объявится и в результате там квест продолжится давайте перепрыгнем всех потихонечку подтянем сюда так вы пришли ребята это просто отлично пойдемте и сюда так вы твой ход хорошо молодец так все остальные а блин этот паук паук блин пока ты будешь бежать тебе проще сделать заново будет если драки не будет так мы тебя лучше заново сделаем что я думаю должен будешь запрыгнуть так был потому что там наверх это заваруха было так паук запрыгнешь на 20 метров кстати да запрыгнуть как супер паук зашел где подъем подъем чертик 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 не залетают по моему а он в обход сейчас тут есть обход ладно пусть потихоньку улетит так но мне пока активно разговоры с животными пока мне его не сбили давайте попробуем пообщаться с теми побитыми глазосоздания закатываются наполовину в блаженстве а наполовину в агонии чертик притем иди смотри моя плоть становится новой плотью что за фигня она ела она пировала и все же если я поглядеть ей в глаза видно теперь все мало она все еще голодна дальнейшее ты слышишь раньше чем видишь резкий хруппы костей и крик боли ее тело начинает поворачиваться и дергаться так гены ждут тихий стон ее тело содрогается ребра трещат плоть начинает рваться что с тобой происходит я могу как-то помочь ну ну не бойся все хорошо скоро все пройдет смотрите как она подыхает следопыт проявить милосердие и быстро лишить ее жизни уйти так ну давайте за следопыта проявим милосердие ты носишь быструю дар твою черепу но взвизгивает и затихает навсегда чтобы не было кошмарное создание росшей унтриги она умерла вместе с ней опаньки скрытность успех и че теперь новорожденный гнол драчки собачки что ли блин я спас ее эту а а а а а а а за это меня сейчас тут будут атаковать да это плохо наверное это плохо так давайте тогда что давайте это чертик и штамм наверху был ты куда убежал иди сюда драться драться давайте подтягивайтесь ребята о осенний шафрам кстати чертик ты где так чертик чертик так ты пока ведь не в битве да думаю что этих нужно тоже грохнуть потому что иначе начнут превращаться в гнолов и блин будет фигово кстати можно за нее прыгнуть а нет ее заметили пока налетела его точнее чертика так шедухард заходим в битву но цель твоя очередь и уйду иди сюда так да елки полки лазер ты что чё за вопли такие типа не залезла что лучше отсюда обходить ладно идите отсюда так уилл тоже присоединяется к битве так все в битве ладно не смогли мы всеми залезть аккуратно наверх распухшая гиена вздутие голод ей ногу и тактика стая что такое тактика стая этот персонаж получает преимущество на бросок атаки если один из его союзников радиусе 5 футов полутора метров находится рядом с ним и враг инкопоситы так не знаю что такое так голод ей ногу гена раздулась обожравшись через два хода она станет голом через два хода не все станут гнолами да давайте-ка мы быстренько их перещелкаем так кто тут ближе 9 метров удар так молодец следующий так осталось раз и два я и и и куда испугалась что паук паук не добегает так вот здесь вот можно с этим зеленым светится можно с ним думаю будет поговорить так давай-ка мы плюнем в этого гнол куда ночь куда он исчез вот он куда исчез и дети ладно давайте прыгнем дальше место в недосягаемость чем целиться вот 85 процентов лично 20 очков опыта и кто-то еще крюкает а гнол охотник так блин очень догонять это ты куда залезай и ходов очков перемещения добавим так это было блин как быстро она передвигается уже вон где давайте прыжок так ух ты их тут раз два три четыре четыре гнол охотник или или это она просто пытается атаковать этих гнолов но если она их пытается атаковать ладно блин зачем пауку отопинать тогда если ты там не туда атакуешь лызы и конечно же не бежишь тебе нужно дуб действия рвок погнали пойдем позы закончились ходы что блин я думаю ты сейчас далеко доберешься ты нет был не понял я думал ты опять решил сигануть с этого сверха тура так чертик всеми сходил так давайте дальше концентрацию предложение души так и думать сюда не буду их обходить далеко от места битва дальше наверное не будем идти выстрелить получится кого-нибудь до выстрелить недостаточно я это я потратил на выстрел действие действие на устрова поднять на ускорение так вау 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 как он бодро получше ближе ну чё кто там думает ходить ребята так кто шедуха давайте-ка начнем с дострелить так вот здесь у нас есть гнал охотник 42 процента вероятность по данным давай я знал что ты промажешь куда это шедухард ты у нас арбалет был давай 25 процентов промах конечно так чертик давай вам молоток и паук так паук 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 гнуть и клинуту давайте мы либо плюнем либо ударим 50 процентов шансы падать блин так опять 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 этот глюк давид и есть тут и учена блин оба спасбаски так как это тоже лучшим к этому не добегаю не добегаю дамушка то днемся чтобы паути не побегал как шедухард сходила паук сходил лызы вы залезть еще возможность постануть второе дыхание чтобы себя защитить здесь здесь нет такую стрельнул и промазал так всем исходим все ход противника так один застрял это хорошо могу смогу сюда куда-нибудь залезть наверное не смогу как это у нас но пожирать вот как хорошо я влепил лично а вот 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 чертик полон там липанул какие ночи на меня что ли осагорелась у нас этих не кисло ты чё был 4 таки что так вроде еще жив я жив это хорошо молодец молодец ты просто супер цветные брызги они ослеплены некоторое время так пучок 7 очков урона молодец гнал охотник чертик как ты мог вместо чтобы пищать взял куда попал а ты я на тебя так надеялся так шеду хард у тебя есть еще два слота заклинаний да это полтора метра это так и у тебя кстати кстати на тебе же этот блин на тебе обруч интеллекта так ведь у тебя должны быть просто офигенные бонусы на атаке заклинаний аж плюс шесть ну-ка давай-ка мы с тобой 42 60 и путь перекрыт молодец вы залезть а получился отличный дистанционный макс этим обручем так выл теперь тебе нужно показать класс я так считаю здесь есть гнол охотник и лежачих по моему штраф да идет нет а вот гиена так гиену одну положили лазель сходила и дух от сходила чертик сходил лучок сходил ах ты не понял это две атаки заранее дистанционные угнала круто просто таки круто я так же хочу гнул охотник еще 16 ловкость плюс 3 соответственно него модификатор на попадание из лука еще плюс 2 бонус умения то есть идет плюс 5 дистанционные атаки и 2 атаки за раунд круто вообще круто просто круто так метка метка у нас все что ли кончилось или метка на ком-то висит цветные брызги сложная местность пашмя так 4 процента до так достану я в этим левой рукой 1 левый ну давай 1 левую потом 1 правый молодец ты промазал великолепный перец 56 процентов и 70 процентов ну ладно хоть так так сколько там 28 хитов осталось пока значит так давай мы с тобой заберемся повыше что блин от не штрафа на атаки когда снизу следующий реально 33 атаки раз-два-три было это чем делает это он сожрал рубки восстановился давайте посмотрим что реально 0 3 атаки лечит гатчет покажите мне в записи логи так гнолу выходит из цветных брызг безоружный удар так исцеляет себя на 4 очка здоровья где-то стреляющих а вот мультиатака дистанционная цель уилл или это просто них умение атаковать на расстояние текущим дистанционным оружием нанося 1 до 8 плюс 3 единицы колющего урона и а или сначала дистанционная атака потом а нет это я значит это что-то у них какое-то просто умение какая-то гноловская так shadow hard гнул пожиратель плоти чем ты можешь меня удивить шедуха 55 процентов да интересно ты сможешь зайти к нему на спину за спину так чтобы он тебя не треснул или нужно перепрыгнуть с тобой готовы перепрыгнем теперь уже 80 процентов прошу еще двадцатка такой крик мощно молодец шедуха ты меня впечатлил передвинемся лазель так лазель нас находится сегодня в ударе и она еще не добежала ни до кого так два очка угнала охотника и 11 у вот этого угнала охотника давайте мы используем раз magic missile и один а нет убила убила 1 убил я уже думал блин один хит умудрился нанести какой-то осталось 7 хитов уилл уилл почти сдох так шедухард и сюда так паук это кто у нас гнолк нык клык двадцатка так вот драться надо не то что ваше там гнольский при выстрела заход сожрал труп вылечился чертик скажи нету на вас зла на всех гнолк ели порождающий гнолов и жуть какая жуткие твари то что рождает с трупов жить не должно ну что ж мы победили ну давайте лечить что ли такое благословение темного там спасся по ходу исключительно за него где там так у него аж из пятов осталось всего лишь давайте мы жрачки накидаем так жареная свинина целая курица баранья нога тебе хватит наш уважаемый колдун смотрите-ка целая курица хорошо пошла 26 из 31 так давайте сидим картошечка еще и следопыту надо чуть-чуть 29 30 так и будем по одному хиту устанавливать 33 здесь мы подлечились отлично сейчас будем собирать шмотки что давайте пообщаемся с трупами и тут произошло недоступна цель вроде светилась недопустимая добрым жителям фавруна искалеченный труп внизу кто-то был еще ой одни кишки так вот с этим он живет зелененьким светится с этим можно давайте посмотрим труп смотрит на тебя мертвыми глазами но с тобой произошло но лы гениально мистер откровенность куда ты направлялся таверна а это ведущая тайна хорошо что вы там везли в фургонах груз до волшебника сундук то случилось с сундуком руган кто такой руган вездущий сукин цин понятно силы запринания стекла ты больше не можешь давать опроса и так дневник обновлен пропавший груз так извлечение паразита найти пропавший груз мы обнаружили разбит эту повозку труп поведал нам что некто по имени руган везучий сукин сын сбежал с сундуком и направился на север надо его найти так у нас еще выследить его лицо какой-то нам повстречалась женщина тифлинг по имени карла убежавшая заверна она тоже заражена она тоже заражена вот чем дело вот что она дернулась карлах попросил у нас убить сектантов что ее разыскивают сектант это похоже те чудики которые за братом шли которые мы нашли на сразу на запад от ворот украинской деревне касаемо последнего письма то есть еще кто-нибудь с кем можно пообщаться то этого я убил нет нет это недопустимая цель так а с гнолом гнолу вроде не ягова или гнол не так этот не разговаривает здесь что-нибудь здесь ничего не светится так он вверху вроде бы блин а чё вот этот труп не говорит он же вроде светился зеленым газы наверно как-то неправильно 3 шаму лет нет недопустимая цель ну ладно хочешь как хочешь ну давайте шмотки соберем вино гигиена ничего нет так ну пожиратель пожелатель лоти у этого в новом че нет так а у этого лучника и чё я тебя не могу выбрать что ли как мишень потому что ты в кустах блин ну-ка гнол а гнол охотник можно вот так вот длинный лук так длинный лук нам в принципе не нужен у нас у всех плюсовые арбалеты так грудная клетка зачем-то я взял так пешки пешках кинжал маленькая бутылка грубых костей нога интересно если бы был остарен он наверное бы соску а дайте пожрать дайте пожрать как мы клык и ногу дин кингу и вот еще один охотник так добрым жителям файруна где эта штука с добрыми жителями распухшая гиена я не успел убить так где давайте возьму не вижу где штука почитаем из инвентаря прочесть листовка от имени церкви огмы владыки знания на нем печать бревика фаенора нависшего мастера знания с храма развернутого свитка во вратах балдуры добрые благочестивые жители фауруна во первых строках во имя самого владыки связующего позвольте мне поблагодарить вас последние святершее королевство события которые стали известны под названием второго раскола отмечают времена больших потрясений замешательства боги низвергаются возвышаются вновь обретаются потерянные континенты и само плетение содрогается когда планы выстраиваются в новом все еще таинственном порядке подобный хаос часто ощущается как оскорбление священной тяги к истине и знанию которым призывает огма тем не менее при помощи бесчисленных свидетельств очевидцев полученных нашими агентами до попрядочных людей по всему континенту церковь сообщает что наконец начала складываться более стройная картина этих диких лет связи с этим мы просим вас более не направлять наши храмы невостребованные материалы по данному вопросу с одной стороны любое знание обладает ценностью глазах владыки связующего однако мы уверены что любые грядущие события способны изменить судьбы мира не могут быть предсказаны с помощью табачного дыма или гадания по помету деревенского стада настоят новые странные эпохи и мы смиренно просим вас обращаться к настоятелям местных храмов за божественным откровением а также направлять с ним соответствующие материалы ваш вечно ищущий бревик фейнор слуга огмы бред какой-то ну по поводу того что гадать на кали мне нужно это конечно да конечно хорошее замечание так зелье яда взрыв опасная бочка давайте мы приберем до лучших времен о еще один искалечный труп уэзель камон дэйби вижу нас по трупам ну как нифига ты не по трупам ладно медное кольцо 30 монет так новорожденный гнол распущенный гео мертвый караванщик там еще есть мертвый караванщик один гнол пожиратель плоти так давайте до конца посмотрим что здесь так это мы осмотрели здесь ничего нет 4 монеты свечка грудная клетка караванщик о письмо распоряжение об отправке сюжетный предмет кстати так золото короткий меч я подозреваю что будет то же самое что мы узнали у него через разговор с мертвым давайте почитаем принеси мне сундук мне не открываю еще раз прочитай первую строку принеси мне сундук но не открываю еще раз прочитай первую строку короче бесконечный цикл для программистов а если откроешь я об этом все равно узнаю потому что ты уже будешь трупом я тебе не угрожаю просто если откроешь сундук умрешь н.ф. дневник обновлен давайте подберем так длинный меч копье лопата так еще добрым жителям флорума еще один что так распоряжение об отправке мы прочитали да вот две этих добрым жителям как распоряжение об отправке она это с бесконечным циклом у нас обновилась задача что я мысли его лицу а вот найти пропавший груз в записке найденный на одном из трупов шла речь о ценном сундуке и о ком-то с инициалами д.п. может при нападении кто-то уцелел ну да уцелел этот же сказал так здесь распухшая гиена давайте это все посмотрим до конца странно ничего нет и здесь ничего нет и здесь ничего нету блин а че тут хожу вообще так еще один сундук тыквы и яблоки так яблоко давай собирай это это личинки врата закрыты как интересно так хочу с мешком применить и применяется нельзя бросить тяжело не применяется кстати у меня идея по поводу кафа может быть там нужно маслом пол полить чтобы это сдвинулась блин так врата закрыта чуть такое это записка что давайте почитаем так врата закрыта листовка распространяемой политической группировкой именующей себя хранителями врат врата балдура фарпост коммерции культуры вознаграждаемых лишь коррупции и крушениями преступность нищета заселия налогов как несправедливо заваливать столь тяжелую ношу на плечи рядовых граждан грабители и изгои присосались к людям и жируют а в это время простые жители города пухнут с голоду на улицах слишком долго великий герцог со своей палаты равных пускает в город всякую швань если ты тоже готов защите сплотим ряды единомышленников и наладим честный диалог вступая в ряды хранительный ворот довольно ворота закрыты гениально гениально так еще одно касаемо моего последнего письма письмо написанное каллиграфическим почерком на тончайшем пергаменте от него слегка веет запахом серы имя адресата вымарно однако письмо похоже продолжает некий жаркий спор твои рассуждения ошибочны не так-то легко разобраться в том как устроена адская кухня попытка свести девять слоев космогонии к зло в которые добавили несколько правил дискредитирует несколько поколений ученых у каждого слоя наличит собственная неповторимая нравственная и магическая экосистема то что зриэль позволяет своим подданным ваверна будет возможно святотастом мамоне и искованных городах минавра адские планы подчиняются не только своим прихотям и фантазиям но и самому присутствию чем больше душ они выбирают тем дальше распространяется их совместное влияние самое верное можно иск изучать бесконечно только погляди как наемник югалют вдруг начинает спорить с ракшасом посреди битвы и скажи что я ошибаюсь там такая масса интересных тем для исследования от его алла беззвездного неба и до любого кровавого притока стикса разумеется спуск туда в разгар войны крови не слишком напоминает легкую прогулку но не увидишь не поймешь прости сбились смысле сбилась я хочу сказать что ты ошибаешься жду твоего ответа всего наилучшего сильвера савикас мудрая из свечной цитадели как она мудро пишет мудро здесь пустом сундук молоток еще один открытый ящик осенний шафран почему-то даже корзинкой сразу стал как интерес так давайте смотрим он еще еще так это прям как это как прям дорожка пряничная дорожка третьем этом ведьмак я идешь так раз 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 и потом там в конце три бабульки которые варят из детей так давайте-ка мы обратно наверно пойдем команде так еще один шафран еще это сожженный кровь трупы мертвые гиена здесь никого нет а вон там у нас будет что-то еще должен там так здесь был мертвый труп мертвого караванщика и это проход вау вообще заваруха было походу тут было заваруха деревянный ящик ну давай но сосиски колбаски копченую прям сразу есть захотелось веревка картуфля щупочка и вот здесь мы с вами а ну здесь он были была сладкая парочка которая так помешал нехорошо наверно уйти так используйте прыжок чтобы перепрыжок посмотрим что здесь есть лес это просто без здесь я ничего не вижу такого так здесь у нас проход давайте посмотрим до конца проверить этот выход мельница здесь мы все смотрели так хорошо давайте мы сделаем здесь мы обновим паукам потому что покупала дальше мизель там кто-то кто-то это караванщик я там караванщика видел так на наружник ну и так мертвый караванщик где он где он мельница обратно искалечены на оружие нигном и вот и караванщик пусто как интересного кажется сзади мысли уже разговаривали ладно кто-то еще ловит опять что ли не все гнолов я убил так вино еще вино еще вино еще вино так и здесь какая-то записка уроки о благоразумной жизни часть 4 города как в них жить я не знаю как жить в городах а вот эта книжка на первой странице нацарапано оглавление на оставшихся все расписано в подробностях первое касательно избегания городов первейший совет всем кто дружит с головой держаться от любых городов подальше касательно рынков я часто слышу харингтон на городском базаре я выручу за шерсть и репу куда больше чем на сельской ярмарке кретины я на это всегда отвечаю что всю их шерсть и репу у них украдут а то ее прямо отберут еще до того как они доберутся до базара так что назад они вернутся не с деньгами а только с синяками и шишками третье касательно таверн кто ж не любит после трудового дня пропустить кружку другую местного эля в компании добрых приятелей вы может быть слыхали о шумных тавернах кои в изобилии встречаются в городах побережья мечей но туда соваться я никому не посоветую их непристойные названия вроде смущенная русалка или жезл волшебника и так говорят сами за себя если же и это вас не останавливает так и знаете что еще не успеете вы прикончить свою первую кружку как у вас вас оберут до нитки до вдобавок наставить синяков четыре касательно канализации вот лично я например держу ночной горшок под кроватью а поутру опорожняю в отхожем месте просто и естественно однако что в многих городах нынче в моде канализации вы только представьте себе горожане спускают свои частоты не пойми куда вся эта дрянь течет по трубам под землей прямо у них под ногами даже подумать страшно какие твари могут там расплодиться о заблуждениях города такие огромные что заблудиться там ничего не стоит один мой приятель как-то мне рассказывал будто бы врата балдура на самом деле три города в одном наружный внутренний да еще и верхний он верно думал впечатлить меня своими баснями но я только плюнул ему в рожу и велел убираться вон арингтон не фалин давайте заберем и так и здесь еще куда то ведет дорога и вот здесь вот еще что то есть это прямо таки как это реально пряничная дорожка так мешок из рогожи сундук чё за звук 4 лимона так мешок мешок и мешок ну-ка что мешка ничего а здесь и здесь ничего и здесь ничего ну ладно нет так нет так давайте мы отдадим сразу то что на продажу что мы собирали рома ямайский рома это тоже на продажу так лимона хорошо и я хочу провести все-таки эксперимент я хочу провести эксперимент с шкафом давайте мы пойдем в древу мне нужно будет 1 1 1 бутылка с жиром у меня есть попробуем бросить у меня прямо покоя не дает этот шкаф ну я подозреваю что там переход опять вот в эту область в темную которые мы нашли как она называется под этим под 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 кузней где там стену разрушили ну а может тут тайник и тайник так давайте возьмем бутылку с жиром где у нас бутылка с жиром или это надо через метнуть я не у себя а блин я увидел и смотрел что мне прикалывает в этой игре мы находимся друг от друга за километр бутылку из янтаря можно передать вообще вот так раз и передал то же самое вот например я пошел тогда алексом в эту деревню этих друидов поздоровался с торговцем потом переключился на уилла который был здесь и все продал ему при помощи уилла прямо какая-то дистанционная это телепортационный какой-то карман так давайте сто процентов шкаф вроде бы нельзя бросить тяжело были нет 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 ни фига вообще ни фига мне уже в комментариях написали что я знаю как отодвинуть этот шкаф блин а я че-то ни фига не догадываюсь как его отодвинуть и здесь на стенах ничего нету почему он сказал именно отодвинуть большая бутылка ну давайте это дынькс нет не досягаемость может нужно это нет я конечно понимаю что можно зайти на ютуб вбить как отодвинуть шкаф и и это и в пять секунд понять это дело ну как то вот хочется самому книжки нет ни фига так может быть как интересно здесь крюк для растений свечка с тупкой пестик так деревянный сундук свечка а вот я не знаю как отодвинуть этот сундук наверное нет вот вот так здесь вроде все смотрел бочка может взорвать его хотя у него там бесконечный этот количество жизней книжный шкаф масло не работает можно открыть может то что-нибудь надо положить нет нет короче я не знаю пусть это останется загадкой может быть я когда-нибудь это найду или не выдержу и соответственно просто посмотрю где-нибудь подсказку так лезель давай пойдем 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 о следы гнолов кстати которые ведут куда-то на север у нас по карте так мы вот здесь вот на но здесь вот уже застава у нас попросили ее зачистить пойдемте сходим на заставу так уилу ты на той стороне по моему моста да вместе тут так уилу по ходу опять перегрузка пойдемте перепрыгнем так я же нажал давай 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 и сюда ой ну что так показалось что он не долетит упадет вниз а блин у него 77 из 45 так давайте я сейчас гоняю к продавцу к торговцу все ему продам и мы с вами пойдем пойдем на заставу так ну что я продал продал лишние вещи давайте пойдем наверное уже в эту заставу здесь вот есть какой-то проход под мостом здесь есть какой-то проход смотрите куда это все ведет это не потайной ли ход в заставу ладно будем иметь ввиду а сюда могут они да кстати смотрите мы все могут сюда слезть слезть здесь еще какой-то ход так меня разбирают любопытство давайте посмотрим здесь 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 а бочка с огневухой так кто у нас там посильнее это давай возьму что я сможет двенадцать это еще что расследование успех что моргнуло то как-то я отвлекся что-то моргнуло и я не понял что моргнуло 17 так вроде рассыпаться должна была рассыпалась походу это ловушка смотрите так что нас на заставе ожидает хорошая драка что ли вижу деревянный ящик так давайте-ка мы отделим так стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-ст вот как отказаться уже нельзя да я бы наставление наложил так ладно об этом случилось чтобы наверно все взорвалось до к чертям ну как вариант можно было здесь наверх перепрыгнуть насколько я понимаю нормально я хочу в этот сундук недосягаемости он залез и и и не залез слишком высоко недостаточно места глаза достанешь нет и достанешь как короче сундук какой-то недосягаемость абсолютно что-то у нас залезает и кто-то там слева еще урчит вот нам только не говоришь что спрыгнешь и ударишься еще тут блин ты же запрыгнула нет этот ящик не досягает давайте посмотрим что дальше деревянная бочка бочка с а блин еще один этот смотрите такую надо 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 на него наложить так где у нас следопыт куда у тебя исчезла уставление блин опять что риска чит соскочила такую саперная работа отойди пожалуйста блин я хочу приблизился так бочка с огневых и давайте можно чердила давайте мы перепрыгнем возьмем эту штуку потому что нет очень хорошо а вот оно что а я подозреваю что вот этот камешек в случае неудачи скатится и очень хорошо покатится ладно давайте рискнем посмотрим как он скатится или покатится извредить нужно 4 хорошо так здесь у нас ведро еще бочки как-то тут все не хорошо укает о это кто олли и руган 4 уровень сейф каравана вот как сейф каравана тяжелый дубовый шкаф закрыт на крепкий железный замок над железной ручки свежий еще липкий кровавый отпечаток воды именно быстрее сдохнуть чем от этих тварей когда эти кишки рвать будут так ребятки похоже я записку вспомнил не открывай а то умрешь прочитай первую строчку не открывай а то умрешь может быть это если открывать не открывать без этого так здесь приносит гнул охотник что тут за да знаю но там снаружи шансов нету вообще никаких олли и руган а чё там было за бодрый перец на которого назвал а вот этот бодрый руган руган да везучий сукин сын и так они смотрят на караван да огонь алхимика рюкзак короче они в засаде сколько я понимаю значит подмога близко но если ты меня считаешь за подмогу то не знаю подмога и теперь нет а я же добрый я наверное я должен помочь 55 из 40 сейчас их я думаю отправим в лагерь давайте подтянемся ребята перепрыгнуть там вот увезучий сукин сын так у кого там ключик то был так давайте закинем в бочке в лагерь чтобы не было штрафа или так здесь уже не лезет так в лагерь в лагерь ну что подозреваю мне будут штрафы так по одной бочке раз тебе уже бочка не лезет что ли так еще есть одна бочка у тебя хорошо ой вес упорядочить пожалуйста великолепно итак на сегодня наверное мы с вами закончим иначе получится очень длинная серия и уже соответственно в следующем прохождении в следующем выпуске мы будем разбираться вот с этими товарищами и вот здесь вот вверху еще есть достаточно большое количество противников ну что же поговорю всех кто досмотрел до конца побед вам удачи пока 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 удачи